И вот мы уже занимаемся в нашей школе. Мы начали заниматься по разделу «Ваша судьба в ваших руках». Конечно, к тому, чтобы хорошо создать и достойно прожить жизнь, необходимо быть психологически зрелым человеком. А для этого должна быть хорошо прописана ваша когнитивная карта. Вы посмотрите, что такое когнитивная карта мира. Это должна быть воспитана у вас воля. Посмотрите несколько роликов, которые помогают воспитать волю пыром по копчику, Хемин Гоинг говорил. Это понимание свободы ваших поступков, когда вы можете принимать решения. И вот эта свобода, свобода принятия решений ваших поступков помогает приобрести силу осуществить свои планы. Поймите, жизненный план человека, он обусловлен и генетическим кодом, и его сценарием, который он приобрел. Но этому нужно учиться. А учиться многие не хотят. Поймите, нельзя свести вот это поведение человека, его судьбу, вот к какой-то вот формуле, предначертанию. Там кто-то векторы рисует, кто-то звезды пишет. Поймите, ведь реальный человек – это личность, а тот целый космос. Он часто действует спонтанно, иррационально, хотя вроде бы предсказуемым каким-то образом, но принимая какие-то решения, он действует под воздействием своей интуиции, принимая обстоятельства или действия других людей. И вот как нам научиться согласовывать вот это множество, множество внешних влияний, множество внутренних потребностей и чувствования своей интуиции для успешного построения своей судьбы. Вот давайте мы будем учиться, давайте будем задавать мне вопросы на эту тему и прописать вашу личную судьбу. Поймите, ваша личная, индивидуальная судьба, она складывается и от ваших способностей, от вашего жизненного пути, от ваших талантов, от ваших целей и задач. Одно важное, вы должны иметь волю к решению, чтобы что-то изменить в своей жизни. Я всегда говорю, если человек не хочет меняться, его только можно научить кататься на велосипеде, то с палкой, если он не хочет учиться. А измениться человек может только тогда, когда сам поймет, что ему нужно меняться. Я думаю, что вы поняли, что нужно изучать себя, нужно понимать свои какие-то потребности, какие-то цели, которые вы себе поставите. И получите радость и смысл вот этой жизни. Я вам четко скажу. Я обременен психологическими знаниями. Я академической психологии придерживаюсь. Вот эти вся поп-психологи, изыски мистические меня не интересуют. Но я и обременен собственным опытом. Когда мои знания, опыт, жизненный опыт начался у меня вот четко прослеживаться где-то с 8-9 лет, когда я не знал психологии, хотел быть совсем не психологом, а моряком. Но я тогда уже начал что-то в себе менять. Потому что я сказал себе, меня это не устраивает, я должен это изменить. И я буду это менять. И я менял. Не кто-то меня. Не, меня учили грамоте, учили математики, тупо учили немецкому языку, который так я и не познал. Но я понимал, что меня в этой жизни ждет моя судьба. И я, я прожил вашу жизнь. Я теперь могу сказать, какова моя судьба. Я могу вам помочь прописать свой, личный, ваш индивидуальный, семейный и жизненный сценарий. Так что, друзья мои, мы обречены на вот эту или виртуальную связь, или вы будете приезжать ко мне в Сочи. Мы будем беседовать, мы будем думать. А в чем смысл жизни? Ведь цель жизни у всех одна, а смысл у всех разный. А наполняем мы его не всегда правильно. Кто-то говном. Я вас от этого предостерегу. Наполните ее преодолениями. Какими-то радостями успеха. А может быть и огорчений, но не говном.